Привет, это канал предпринимателей взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами будем рассматривать новую коллекцию аксессуаров молодого дизайнера Лин Чао Джан. В нее входит сумка, солнцезащитные очки и шарф Парео. Оставайтесь со мной. Сумка Лин Чао Джан элегантная и действительно роскошная. Она выполнена из белоснежного, я бы даже сказала молочного оттенка материала, выполнена под мягкую кожу. Она очень-очень мягкая, приятная на ощупь, и у нее действительно оригинальный дизайн. Чувствуется, что здесь поработал профессиональный, талантливый дизайнер. И не просто дизайнер, а обладатель премии, который вручает компанию Арифлейм каждый год в Швеции, выбирает одного дизайнера, и этот дизайнер делает коллекцию для компании Арифлейм. В прошлом году это была девушка, которая звали Шия, и мы помним всю эту прекрасную коллекцию, видео есть на нашем канале. А в этот раз это девушка Лин Чао Джан, и мы видим, что аксессуары помечены логотипом Лин Чао и логотипом Арифлейм. И давайте рассмотрим сумку. Ее размеры 39 на 33 и на 5 сантиметров. У сумки есть очень небольшое дно, 5 сантиметров, и из мягкой кожи, и лицо, и изнанка выполнены как будто, вот знаете, гофрированная ткань. Очень красиво это смотрится, и знаете, ее очень приятно держать в руках. Сумка выполнена таким образом, что вы можете поместить в нее что-то большое, и в то же время вы можете завернуть эти кольца и повесить ее на плечо. То есть вы можете носить за кольца, одевать эту сумку на руку за эти кольца, и достаточно комфортно руке, и очень приятно ее держать. И также, если вы отпустите кольца, если там ничего большого не лежит высокого, то они падают, и сумка получается вот такой вот наплечной и широкой. Кольца выполнены из металла золотистого оттенка, и внутри сумка не закрывается ни на молнию, ни на кнопку, здесь ничего нет. А дальше мы видим белую подкладку и стандартные карманы. Карман для документов, для смартфона, и карман на молнии с обратной стороны. Молния пластмассовая, белая, и выполнена тоже из металла золотистого оттенка. Ну, в принципе, самая красота этой сумки, это ее материал. Он прям вот бесподобный, я надеюсь, что камера передаст вам это. Сумка смотрится действительно дорогой и шикарной, и очень напоминает настоящую кожу. Я не знаю, как она будет в носке, но сейчас она производит просто потрясающее впечатление. С двух сторон длинная ручка крепится к сумке на два металлических кольца золотистого цвета. С одной стороны на ручке вы видите вот такое кольцо-карабин, мне очень нравится, я бы очень хотела, чтобы компания дальше использовала такие элегантные и красивые карабины. Действительно, женский вот карабин, сейчас мы его рассмотрим. И с другой стороны есть регулировка, здесь уже совсем другое крепление, здесь ручка, вы видите, заворачивается. И есть металлическая деталь золотого цвета, выполненная в виде гвоздика, и этот гвоздик можно прикрепить на одну из пяти кнопочек. То есть мы можем закрепить гвоздик вот на самую короткую длину, а можем вытащить и закрепить на самую длинную. И давайте я сейчас померю эту сумку, если вот на самую длинную кнопочку, на самое длинное отверстие, то сумка на бедре. И, наверное, это тренд сейчас, то, что сумки, они именно мягкие, и они облегают фигуру практически как одежда. А если мы помещаем на самую короткую кнопочку, и здесь даже есть, смотрите, вот такая петличка, чтобы вы могли заправить длинный ремешок, чтобы он вам не мешался. Вот видите, все смотрится очень эстетично. То сумка чуть-чуть ниже талии, рост у меня метр шестьдесят два, поэтому можете примерно вот прикинуть, какая это будет сумка по длине для вас. И если мы повесим через плечо, а у меня такое ощущение, что все сумки сейчас делают на ремнях, именно чтобы носить вот таким образом, то вот эта элегантная сумка, она становится такой полусвободного стиля. И очень удобно, вот за кольца вы поднимаете, открываете, достаете, что вам нужно, закрываете, и уж поверьте, в сумку, вот выполненную вот таким образом, уже залезть к вам практически невозможно. Это нужно очень сильно постараться. Поэтому я нахожу вот этот дизайн очень удобным и даже практичным для ношения в общественных местах. Давайте же посмотрим, как выглядит этот аксессуар относительно формата А4. Если мы приложим снаружи, то мы видим, что в ширину очень хорошо помещается. Давайте мы попробуем положить, закроются ли ручки, если мы положим сюда наши деловые бумаги. И вот вы видите, что прекрасно умещается формат А4, то есть эта сумка может также служить и деловой сумкой. И я забыла показать вам карабин. Смотрите, вот такой вот элегантный карабин, действительно женский. Смотрите, как легко он открывается, и буквально одним нажатием он снимается. Я сначала, честно говоря, не совсем разобралась, как это может одеться. Я искала тут, где можно подсунуть, пока я не увидела. Посмотрите, как это здорово открывается. То есть вот прямо буквально можно нажать, и он защелкивается, и совершенно нет никаких шансов, что он откроется, и вы где-то потеряете свою сумку. Солнцезащитные очки Линчао. Тоже очень интересный дизайн. Стекла мне показалось зеленоватого отлива. Внизу стекла у очков более светлые и переходят вверх в более темный цвет. Ну, так часто бывает на солнцезащитных очках. Материал поликарбонат и стопроцентная защита от ультрафиолетовых лучей. Если мы посмотрим на дужку, то мы увидим, что это очки третьей категории. То есть они рассчитаны на яркий свет. Они очень хорошо защищают от яркого света. Оправа, вы видите, сделана очень интересно. Такая прозрачная, с вкраплениями радужными. Но вообще весь каталог нас радует вот такими разными тенями, карандашами и новой коллекцией летней. Поэтому, я думаю, очки сделаны именно вот в этом стиле. И здесь мы видим на дужке то же самое, а частично дужка, она металлическая, сделана из металла, золотого оттенка. И вот эти дужки, они крепятся не сбоку, как мы привыкли на очках, а крепятся сверху. Как проверять очки? Давайте я вам расскажу. Когда вам приходят очки в заказе, вы их открываете и кладете на стол. И смотрите, чтобы обе дужки лежали на столе. Если какая-то из душек будет значительно выше, то вам пришли неровные очки, кривые, и вы будете мучиться, когда будете их носить. Поэтому моя рекомендация вам, сделайте замену, и чтобы вам пришли нормальные очки, которые будут ровными, которые будут хорошо лежать на столе. Но в компании Reflame такие очки попадаются очень редко. Все очки, которые приходят в наш офис, у нас вот собственный офис, у них чаще всего вот именно ровное такое положение. Но проверить не мешает. В комплект входит мягкий чехол для очков и салфетка для протирки линз, для того, чтобы вы могли ее достать и всегда привести в любой момент ваши очки в порядок. Итак, давайте посмотрим, как эта форма будет выглядеть на лице. Форма, как уверяет нас компания Reflame, в каталоге написано «кошачий глаз». На самом деле зеленый оттенок довольно позитивно смотрится. И вот вы видите у меня на лице, как они смотрятся. У меня круглая форма лица. И вы можете себе примерно представить. Мне нравятся, они мне нигде не давят. Они легкие очень и очень комфортные. И при этом они не соскакивают. Я вот терпеть не могу, когда очки у меня доставляют какой-то дискомфорт. Поэтому мне вот важно, чтобы они меня и не давили, и не соскакивали. Для меня вот вообще идеально. И как мужчины говорят, ты что себе, очки выбираешь или ободок? Давайте посмотрим, как они будут выглядеть сверху на лице. И на голове очки тоже сидят достаточно комфортно, не давят и держат волосы. И совершенно легкие они совершенно не чувствуются. И шарф Парео Линчао. К нему прикладывается инструкция, которая меня очень лично заинтересовала. Я очень долго искала, где же в пакете от Парео вот такое вот ожерелье, с помощью которого делается 5 из 8 предложенных вариантов в этой инструкции. Я не нашла ни в пакете, ни в каталоге упоминания об этом ожерелье, ни в последующем седьмом каталоге. И поэтому я сейчас не буду вам показывать, как накручивается эта Парео, потому что здесь 8 вариантов сделано. Я вам покажу их на экране, вы сможете увидеть фотографии. А непосредственно мы просто рассмотрим само Парео и составим свое впечатление. Шарф Парео выполнен из полиэстера, и размер его 180 на 120 сантиметров. Он выполнен из ткани, как будто бы шелковистый. То есть не под хлопок он сделан, а именно вот под такую скользкую ткань. И здесь оттенки мы видим белые, желтые, зеленые и фиолетовые. Нравятся ли вам такие оттенки в качестве Парео? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Выглядит это все вот размыто, очень красиво. По крайней мере морскую соль точно не будет видно на этом Парео. С одной стороны ткань подвернута и сделан такой узенький-узенький подворот. Если мы посмотрим, то с одной стороны ткань чуть-чуть более яркая, с другой стороны чуть более бледная. Но это несущественно, если вы вдруг перепутаете на пляже, замотаете с другой стороной, то это сильно видно не будет. Давайте посмотрим ярлык. Шарф только ручная стирка, 100% полиэстер, сделан в Китае, разработан в Швеции. И размер, как я вам уже сказала, 180 на 120 сантиметров. Новая коллекция от молодого дизайнера Лин Чао Джан сделана для того, чтобы оттенить великолепие вашего лета. Вдохновляйтесь шведским минимализмом, строгими линиями и ручной росписью. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки компании Reflame вместе со мной. Пока-пока!